Музыка Всем большой привет! Мне кажется, что я как-то слишком бледно выгляжу, очень отсвечивает. Я сейчас еду с Михаилом, это фотограф, мы едем на съемку. Я вообще готовила образы, но у меня бывает такое, что я в последний момент могу посмотреть на них и подумать, нет, что-то это не то. В общем, есть в интере других образа. Этот фрагмент специально для Олега, который переживает всегда, когда я езжу. Особенно с фотографами, которых, собственно, первый раз вижу, до этого только переписывалась. Он всегда боится, что это будет маньяк, который меня обязательно утащит, убьет, обязательно изнасилует и закопает где-нибудь, и Олегу потом не будет знать, что сказать моим родителям, в общем, когда я исчезла. Миш, ты маньяк? Я? Нет. Хотелось бы, но нет, не мое антуар. Так что, Олег, езди со своей девушкой на съемки. Да, тем более, что, кстати, Олег сам фотограф, но меня он фотографировать не хочет. Очень хорошо. Такое часто бывает, что мужчина фотограф и свою женщину, он не очень хочет фотографировать, потому что она капризничает. Еще, кстати, я сегодня вот такую сумму сшила. Правда, мне теперь уже не нравится, что она голубо-синеголубая. Ой, меня что-то не видно. Вот. Я бы, если бы и заново сшила, то сделала бы лучше сине-белую, белосиню. В общем, на белой основе и сине-кружево. К слову сказать, у нас сегодня один из редких теплых дней. Вот, поэтому все радуются, все счастливы. Вот такой вот третий был образ. Второй вы потом увидите. Или, может быть, вы уже увидели. Я не знаю, когда я выложу этот влог. Такие вот. Я тут совсем своим скарбом. Я вышла из дома, и такое ощущение, что пожар в соседнем доме, точнее, в доме напротив. И вот, как я могу понять, видимо, это валит из окна. То есть, судя по расположению... Да, слушайте, правда, пожарная машина едет. Как будто вот из окна, который во дворе, валит дым. Вполне возможно. А, смотрите, тут уже люди столпились. Но это не соседний дом, это дом, который как бы за соседним. Ужас. Все снимают. Ёкарный бабак! Офигеть! В общем, жители говорят, что тут был уже нежилой дом. Там просто собирались какие-то, типа, наркоманы. Что-то там шашлыки жарили. Ну, вот, видимо, дожарились. Мне кажется, вот, квартира, которая на ту сторону, прям, пипец вообще пришел. Там окна точно закоптились. Кошмар! Приехали три машины пожарные, но такое ощущение, что очень сильный пожар и вряд ли потушим. Не знаю, как они это будут тушить, ни разу не видела. Ужас. Самая жесть, на самом деле, была в прошлом году, когда я среди ночи проснулась от того, что вылезть сирены у нас. Ну, и то есть я просыпаюсь и слышу, что вылезть сирены. У меня первая мысль. Если все в порядке, если все хорошо, то вряд ли бы какие-то придурки стали бы включать сирены. Я встала, посмотрела на балкон. Ужас. Вот. И оказалось, что у нас горят машины. Кто-то там столь поджег, причем очень крутые две машины горели. Вот. И это сигналили пожарные, чтобы, видимо, хозяева вышли. Мы вообще-то с Олегом шли на фестиваль. У нас сегодня в Нижнем Новгороде проводится целых два фестиваля. Но на один, не знаю, до шести часов. Не знаю, успеем или нет. Сейчас уже четыре часа. Но зато мы успели сделать ролик, сюжет и разослать его по всем группам. Ну, не знаю, что из этого выйдет. Пришли на фестиваль чернозем на Почаинке. Тут вот такие рисуночки. Людей пока не особо мне тут еще красками рисовали. Тут какую-то штуку возводят. Велосипед. Изобретают велосипед. Красота. Кремль, красавец. Может, на штуку с вечером? Тоже. Ред. Какие-то, знаете, на лошадей похожи. Такие стилизованные. Под детский рисунок. Лошадки. Да, это на весу похоже. Ну, как на козла на какого-то. Мы с Олегом купили роллов. Представляете, негде даже сесть покушать просто роллов. Потому что нигде нельзя со своей едой. Хотя, может быть, мы просто место не нашли. Просто Наташа хочет пожрать. Ну, а что? Мы с тобой голодненькие. Ой, смотрите, как круто тут. Прикольная штука. Представляете, эта вот косточка была просто с красными орнаментами. Марьяна ее расписала. Вообще. И распустила рука. И распустила рука. Блин, так классно вообще. А чем расписала? Это маркеры какие-то? Это маркеры под камень. Любочка классная. Сама шила. Сумку тоже расписывала. Покажи об этой стороне. Да я вот так вот сделаю. Прикольненько, прикольненько. Ура, мы нашли где присесть. Будем сейчас съесть роллы. Можно я здесь как-нибудь жую? Нет, я просто смотрю, как ты выдавливаешь в тулы. Она рассказывает о том, как она запеременеет, о том, как она пойдет кормить своего мужа пельменями. Говорит, пойдем, пойдем. Я тебе принесу целый поднос с пельменями. Подам тебе вилочки и будешь кушать. Тебе будет очень нравиться. Будешь говорить, о господи, какое это блаженство, как это вкусно. Потом я, не знаю, сыграю тебе на скрипке. Ну и потом сяду с тобой рядом и укачивать детей. Ты будешь счастлив со мной. Да, кто сейчас будет? Это страйбол стиль, который отличается уникальной особенностью, сочетая в себе массу направлений, мировых танцев, именно основных, и полная импровизация на сцене. Тебе не важно, какие правила, какая музыка. Ты импровизируешь, а если вы танцуете в группе, вы чувствуете друг друга и поэтому получается синхронным. Потому что один задает движение, другие его подхватывают и развивают. Это надо видеть вживую. У меня не передается телефон, просто как тут они двигаются, как-то влаги сеет, телепсят. Это нереально круто. Мы с Олегом ушли из фестиваля раньше, чем планировалось. Нам, ну, по крайней мере, мне там не очень понравилось. Сонно слишком. Но самое главное, что я там чуть не уснула. Мне кажется, это все, что нужно сказать о фестивале. Вот, нет, мне, конечно, понравились там танцы. Это был трайбл, кажется, да, называется, и индийские танцы. Но, пожалуй, это все. Людей не очень много. Хотели полепить из глины, но там не было, где руки помыть, поэтому не стали. Точнее, было где, но надо спускаться на два этажа ниже. Поэтому мы пошли гулять на Нижневолжскую набережную. У нас сегодня день происшествия. Вы представляете, этот катер сделал крутой поворот, видимо, потому что кто-то выпал за борт. Да, уйдите все, аспортайте, отправляйте, попали в воду! Что, говорит, спасать всех? Чего? Пассажиры, уйдите все, аспортайте, отправляйте, попали в воду! Пассажиры, что-то уйдите все. Сбок. Что там, говорит, пассажиры, уйдите все? Ну, они на один бок все ушли, и корабль наклонился. Да, пассажиры ушли все на один бок. Ужас. Вот жалко, что на телефоне не очень видно. Кошмар, вот кошмар. Видно вам или нет, что там спасательный круг плавает? Ну, вряд ли видно. Люди смотрят, люди смотрят, потому что все в шоке, спасут человека или нет. Давайте спасли человека! Спасли человека, говорят. Ну, и на этой счастливой и драматичной ноте, когда мы с вами увидели, как спасли человека, я заканчиваю свой влог. День у нас, конечно, выдался очень жарким. Мы видели и пожар, и как вытаскивали человека. Ну, а если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!